Слание апостола Павла к римлянам Итак, будем в единении друг с другом К этому Господь побуждает не одних немощных, но вообще всех Если бы кто-нибудь и захотел отделиться от тебя, ты не отделяйся от него и не произноси этого холодного слова Если он любит меня, то и я буду любить его Если не любит меня, правый глаз мой, я его вырву Это сатанинские речи, достойные мытареи языческого молодушия А ты, как призванный к высшей жизни и вписанный на небе, подчиненный высшим законам Не говори этого, когда он не хочет любить тебя, но тогда именно и покажи большую любовь, чтобы этим привлечь его Ведь он член, а когда член по какой-нибудь необходимости отделяется от остального тела То мы употребляем все меры, чтобы опять присоединить его И даже в этом случае оказываем больше заботливости И награды бывает больше, когда ты привлечешь нерасположенного к любви Если Христос повелевает звать на обед людей, которые не могут воздать нам тем же, чтобы мы могли получить за это большее воздаяние То тем более должно делать это относительно любви Если любимый тобой и сам тебя любит, то он оказал уже тебе воздаяние А если любимый тобой и не любит тебя, то он поставил за себя Бога должником твоим Сверх того, когда он любит тебя, то немного нужно тебе прилагать о нем попечения А когда не любит, тогда особенно он и имеет нужду в твоей помощи Потому не обращай причину попечения в причину нерадения и не говори Так как он болен, ведь охлаждение любви есть болезнь, то и я о нем не забочусь Но согрей охладевшего Но скажешь, что же мне делать, если он не согревается? Продолжай делать свое Что делать, если он еще больше станет отвращаться от меня? Ведь ему готовят тебе еще большее воздаяние И тем больше обнаруживают тебе подражателя Христа Если и взаимная любовь есть признак учеников Христовых Потому узнают все, говорит Христос, что вы, мои ученики, если будете иметь любовь между собою Ивангелие от Иоанна 13, 35 То представь себе, как важно любить ненавидящего Ведь и владыка твой любил и призывал к себе ненавидящих его И насколько слабее они были, настолько более заботился о них И громко проповедовал Нездоровый имеет нужду во враче, но больные Матфея 9, 12 Он им доставил трапезы своим и тарей грешников И вообще, насколько великое бесчестие причинил ему народ иудействий Настолько, или лучше сказать, гораздо больше он оказывал ему попечения и расположения И ты подражай ему Это дело немалое, но без него, как говорит Павел И великий мученик не может угодить Богу Не говорит так, как он ненавидит меня, то и я не люблю его Напротив, поэтому особенно ты и должен любить его Да и вообще невозможно скоро возненавидеть любящего Но всякий, хотя бы он и был зверем, будет любить любящих его Это делают и язычники, и мытари, говорит Христос А если всякий любит любящих, то кто не полюбит тех, которые любят, будучи ненавидимы? И так докажи это на себе, не переставай говорить Сколько бы ты меня ненавидел, я не перестану любить тебя И ты победишь этим всякое упорство, смягчишь всякую душу Ведь эта болезнь бывает или от воспламенения, или от охлаждения Но сила любви своей теплотой обыкновенно врачует то и другое Разве не случалось тебе видеть, что преданные и позорные любви терпят от блудных женщин Побои, оплевания, ругательства и тысячи неприятностей? Но что же, все эти оскорбления могут ли охладить любовь их? Нисколько Но они еще более разжигают ее И хотя женщины, оскорбляющие их бесчестные по своей непотребной жизни И по своему низкому и безвестному происхождению Оскорбляемые часто могут указать и знаменитых предков И рассказать об иной известности Однако и это не ослабляет них любви И не отращает от любимой женщины Как же не стыдно нам, если в любви, угодной Богу Мы не можем показать такой силы, какую имеет любовь дьявольская и демонская Как ты не понимаешь, что любовь, угодная Богу, есть сильнейшее оружие против дьявола? Или ты не замечаешь, что злой демон стоит на страже Привлекает к себе ненавидимого тобою И хочет сделать его своим членом? А ты бежишь мимо и теряешь награду за борьбу? Ведь наградой служит брат твой, лежащий между тобой и врагом твоим Если ты победишь, то получишь венец А если будешь беспечен, то удалишься неувенченным Перестань же изрекать эти сатанинские слова Если брат мой ненавидит меня, я не хочу и видеть его Нет ничего не от постыдной такой речи Хотя многие считают это знаком благородной души Но нет ничего неблагороднее, безумнее, жестокосерднее этого Потому я особенно сокрушаю, что многие считают злые дела добродетелю И что не пренебрегать и презирать других кажется им делом прекрасным и честным Это и есть самое опасное сеть дьявола Когда порог облекается добрую славою, потому он и неистребим Я сам слышал, как многие ставят себе в честь то, что они не подошли к человеку, который от них отвратился Хотя твой владыка этим хвалится Сколько раз оплевывали его люди, сколько раз отворачивали с него, но он не перестает приходить к ним И так не говори Я не могу подойти к людям, меня ненавидящим, но скажи Я не могу оплевать тех, которые оплевывают меня Это будет речь ученика Христова А первая речь явольская Это сделало многих знаменитыми и славными, а первая презрентными и смешными Потому мы и удивляемся Моисею, когда сам Бог говорил Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них и истреблю их Исхода 32.10 Он не мог презреть тех, которые многократно отвращались от него, но сказал Оставь им грехи А если не оставишь, то изгладь и меня из книги жизни Так Моисей был другом и подражателем Богу Не будем хвалиться тем, чего должно стыдиться Не будем произносить слов, употребляемых на рынке любви порочными Плевать мне на всех А если и другой кто-нибудь скажет это Обличим его и заставим молчать, как человека, который хвалится тем, чего надлежало бы стыдиться И скажи мне, что говоришь ты? Ты презираешь человека верующего, а Христос не презирал его, когда он был и неверующим Что я говорю не презирал? Христос возлюбил его так, что и умер за него, хотя он был врагом его И покрыт безобразием Христос много возлюбил его и в таком состоянии А ты презираешь его теперь, когда он стал прекрасен и достоин удивления Сделался членом Христовым, телом владычным Как же ты не думаешь о том, что произносишь, как не чувствуешь, на что решаешься? Христос ему глава, трапеза, одежда, жизнь, свет, жених Христос для него все А ты смеешь говорить, плю на него И не на него одного, но на всех ему подобных Удержись, человек, отложи свое безумие, узнай своего брата Пойми, что такие слова приличны человеку безумному или помешанному И скажи совершенно обратное Хотя бы он и тысячу раз на меня плюнул, я не отойду от него Таким образом, ты и брата приобретешь И будешь жить во славу Божию И сделаешься причастником будущих благ Достигнуть которых, да будет дано всем нам Благодатью и человеколюбием Аминь Благодатью и человеколюбием Аминь